Улица Дачная под пристальным вниманием и специалистов, и жителей микрорайона. Новость о предстоящей реконструкции они восприняли с энтузиазмом. По их словам, движение тут интенсивное и ремонт нужен давно. Там же целый район, плюс переезд туда дальше. Ну, они сейчас вроде как залатали, дырки-то засыпали сухим асфальтным, попроще стало. Ну, вообще здесь поток достаточно такой мощный. Хорошо будет, если сделают. А у меня родственники здесь живут. Вот, приезжаю, ну, подачу на многие вещи. Очень ждем и надеемся, потому что Тошка сейчас засыпали крошкой. Напомним, в дорожно-строительном сезоне 2022 года на средства НАЦ-проекта «Безопасные качественные дороги» был обновлен участок в границах Московского шоссе и улицы Чернореченской. Выполнен ремонт покрытия проезжей части на площади 5,5 тысяч квадратных метров. Его устройство произведено с использованием высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Кроме того, были заменены люки смотровых и дождеприемных колодцев. Они подняты на проектную отметку и находятся на одном уровне с новым дорожным полотном. А в районе пересечения улиц Дачной и Коммунистической восстановлены парковочные места. Сейчас уже по заказу Департамента градостроительства Самары продолжаются работы, касающиеся дороги, которая ожидает масштабной реконструкции. Пока речь идет об участке улицы от Пензенской до Московского шоссе. Предполагается, что дорога будет шириной в 4 полосы, каждая по 3 метра 25 сантиметров. Проект в стадии разработки. А именно, учитывая замечания эксплуатирующих организаций, наличие разветвленной сети подземных коммуникаций в полосе отвода под реконструкцию, плотную застройку и объекты капитального строительства в непосредственной близости от зоны предполагаемого производства работ, выполняется корректировка ранее разработанных проектных решений. В связи с полученными техническими условиями от ресурсоснабжающих организаций, так как там идет огромное количество инженерных коммуникаций, Департаментом градостроительства принято решение о смещении дорожного полотна, чтобы не выносить сети, так как по первоначальным расчетам вынос сетей составляет в три раза дороже строительства самого дорожного полотна. Внесение коррективов необходимо с целью определения возможностей выноса части инженерных коммуникаций, которые все-таки попадут в границы нового дорожного полотна, и оптимизация стоимости работ. Кроме того, идет поиск решений, чтобы в период реконструкции обеспечить жителям проезд к своим домам. Сейчас проект реконструкции улицы Дачной направлен на рассмотрение в ресурсоснабжающей организации. После утверждения концепции проектирование будет продолжено. В планах Департамента градостроительства Самары до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы и подать заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала работы в следующем году. Предусматривается разделение строительно-монтажных работ на два этапа. Сначала будет выполнена перекладка инженерных коммуникаций, затем реконструкция дороги. В границы проектирования входит и участок, который ранее был приведен в порядок по дорожному нацпроекту. Реконструкция позволит расширить полотно и значительно повысить пропускную способность автодороги, у которой появится капитальный тип дорожной одежды. Также проектными решениями предусматривается обновление тротуаров, ширина которых на разных участках составит до трех метров, установка дорожных знаков, нанесение разметки проезжей части, обустройство съездов и освещения. Будет проработан и вопрос отвода сточных вод. Специалисты отмечают, что наибольшее количество разрушений зафиксировано от улицы Пензенской до Чернореченской. Пока в этом месте проведен ямочный ремонт, но это временные меры. К разработке проекта планировки территории в рамках второй очереди реконструкции от улицы Пензенской до улицы Горной планируют приступить в 2024 году с возможностью начала проектирования в 2025. Виктория Шарая, Константин Головин, События.